МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни для кого не секрет, что конный спорт – это увлечение для аристократов. Было время, когда в нашей стране выращивали прекрасное поголовье спортивных лошадей. Сейчас большинство конезаводов перешли в частные руки. Что ждет спортивное конезаводство, мы с вами сегодня попытаемся выяснить. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, для начала я предлагаю обозначить тему нашей сегодняшней программы. Это спортивное конезаводство. Мы приехали в Карцево. У нас уже традиция такая добрая, хорошая, что к вам приезжать. Татьяна, расскажите, как вообще сейчас существуют частные конефермы? Частные конефермы существуют на средствах их владельцев, в большинстве своем, так как востребованность лошадей российской селекции именно на рынке невелика. Наша конеферма, в частности, занимается разведением как лошади российской селекции, так и заведением лошадей за границей из Голландии, различных спортивных пород для использования их и в спорте, и в разведении. Вы сказали про российскую селекцию. Как она идет? В какой сейчас стадии она находится? А самое главное, как эта селекция ведется на конеферме у вас? Российская селекция во всей стране находится сейчас очень далеко откатилась от западной селекции. Если раньше наши лошади были в рейтингах не очень низко, по сравнению с европейскими лошадьми, то сейчас лошади стали чуть ниже уровня класса и откатились чуть ниже в рейтинг. На нашей конеферме мы, завозя европейских жеребцов, используем их и на европейских матках, матках европейских пород, и на матках российской селекции. Также в конеферме используются два российских жеребца, которые получили отобрение в Голландии на воспроизводство на голландских матках. Какие породы воспроизводятся? У нас ганноверские, галштинские матки, есть один тракейнский производитель, но маток тракейнских нет, и лошади породы КВПН. Несомненно, в наше время ганноверская теплокровная является самой популярной спортивной породой в мире. Ее можно увидеть на большинстве международных соревнований по конкуру и выездке. Это результат немецкой скорпулезности. Ганноверская порода тщательно создавалась примерно в течение 300 лет для различных, но специфических целей. Эта порода была выведена от некрасивого поголовья, улучшенного путем скрещивания с подходящими чистокровными верховыми, арабскими и тракенинскими скакунами. Какой вид деятельности для каниферм сейчас наиболее рентабельный в плане бизнеса? И какие вообще возможны виды деятельности вести? Ну, виды деятельности в основном для каниферм присущи это разведение и продажа молодняка. На нашей каниферме мы продаем молодняк уже подготовленный. Как в возрасте отъема, так и подготовленный молодняк к выступлениям в соревнованиях. Если другие каниферм не располагают персоналом для этого, то продается молодняк в возрасте от отъема до трех лет, до заездки. Другие виды деятельности на канифермах это прокат банальный, какие-то конные прогулки. А какой вид деятельности самый рентабельный вообще в конебизнесе? Ну, если брать конебизнес, то это продажа лошадей, не завезенных, а не рожденных в хозяйстве. И содержание частных лошадей. Брать их на постой и содержать их определенное количество времени по заказу владельца. А вот каниферма Карцева, она вообще приносит какую-то прибыль? Как она вообще существует? Каниферма Карцева, у нас есть, мы частные канифермы, у нас есть владелец, который, вкладывая какое-то количество денег, рано или поздно хотел бы получить прибыль. Но прибыль можно получить с продажи лошади очень высокого количества, высокого класса и готовые к выступлению на соревнованиях высокого уровня. Как международные соревнования, за границей какие-то соревнования. То есть, если я правильно вас понимаю, то, наверное, самый правильный, рентабельный, прибыльный, но прибыльный под вопросом и все-таки более-менее перспективный вид деятельности, это выращивать свое поголовье, своего разведения высокого класса. То есть продавать не молодняк, а уже продавать подготовленных лошадей. Правильно? Ну, либо молодняк в раннем возрасте, либо уже хороший, хороший молодняк, хорошего происхождения, хорошего качества, либо уже подготовленных лошадей. Я знаю, что у вас ведется своя селекция. Каких успехов вы успели достичь? Ведь каниферма уже существует 10 лет. Ну, успехи, об успехах пока рано еще говорить, так как 10 лет это достаточно мало для конной отрасли. Но наши лошади достойно показывают себя на испытаниях молодняка, на кернгах всероссийских. Жеребята, рожденные от наших производителей, которые находятся у нас на каниферме, тоже также показывают себя хорошо как в спорте, так и на испытаниях и кернгах российских. Это одно из основных наших достижений. Также у нас очень много связей и в России, и за границей. Мы сделали российский конный спорт и российское конозаводство достаточно известным, популярным, ну, известным в Европе. В Голландии, с кем мы сотрудничаем, что вы уже получили? Я понимаю, что итоги еще подводить рано, но вот сейчас, на настоящий момент, что вам дает уверенность в том, что вы стоите на верном пути? Один из наших производителей, Апервиль, он породок ВПН. Он стал лучшей войсковой лошадью России в прошлом году. Выступал он по малым ездам. В этом году мы надеемся, что он будет готов к выступлению по большим ездам. От него ежегодно получается приплод у нас на конеферме. Также мы продаем замороженное семя Апервиля в другие хозяйства. Там тоже были вот в этом году получены жеребята. Также от Апервиля имеются жеребята и в Голландии. Также вот доходят такие сведения, что и сейчас жеребята от Апервиля рождаются в Голландии. Он дает потомство очень высокого класса, с хорошими движениями, с хорошим прыжком. И мы надеемся, что его дети не отстанут от своего родителя и будут так же хорошо себя показывать в спорте. Вы говорите о спорте. Вы сейчас говорите о выиске или о конкуре или то и другое? В России как такового не существует разделения. Вот молодняк родился, жеребенок, да? Мы пока еще не делим его на выиску и конкур. Мы делим жеребят, выисковые, конкурные в возрасте около трех лет. Когда они пошли в заездку, пошли в тренинг, мы попробовали их прыгнуть, посмотрели их на движениях под садником, на свободе посмотрели их на движениях, на их неумения посмотрели. И тогда мы можем определиться, какой вид конного спорта они пойдут. Выиска или конкур. Вот опервиль, он на разных матках дает совершенно разных жеребят. И близких к конкурному типу, и к выисковому. Допустим, беря пример из Голландии, потому что у нас жеребят еще маловато для того, чтобы говорить совершенно точно про их направление. В Голландии лицензирован уже от опервиля жеребец. Ему сейчас 5 лет, по-моему. Он как конкурный жеребец лицензирован. Также у него есть дочка, она стала чемпионом Керлинга в прошлом году среди трехлетних кобылок. Она ближе к выисковому типу. Поэтому как бы и все остальные жеребцы, даже если жеребец сам конкурный, вот опервиль выступает, если выиски, а зелоби, вот еще некоторые жеребцы у нас на конеферме, то порода КВП, они конкурные. Глядя на ихнее потомство, пока их нельзя четко сказать, в каком направлении они будут принадлежать. Жеребцы молодые, вот, а именно в спорте они имеют право выступать с 4 лет. Для выездковых и конкурных лошадей установлены параметры, по которым оценивают животных. Телосложение, движение, прыжки и характер. Для начала давайте разберемся в отличиях телосложения выездковых и конкурных лошадей. У выездковой холка выше крупа, а у конкурной на одном уровне. Первая группа лошадей отличается длинными ногами и легким переходом от шеи к голове. Выездковая лошадь при движении пластична, легко растягивается и сокращается, не теряя ритма, такта, баланса и способности красиво нести себя. Лошадь для конкура показывает такую же легкость движения на голопе, но тело старается держать горизонтально, не приподнимая переднюю часть вверх. Голоп конкурной лошади сбалансирован, но без активной работы передней части. Татьяна, у вас на ферме, я знаю, что есть лошади породы КВПМ или голландско-теплокровная, как голландского разведения, так и российского. Чем они отличаются? Ну, вот смотря какие жеребцы, если мы берем жеребцов конкурных, то лошади сохраняют тот же самый тип и на российских матках, и на голландских матках. Если мы берем, вот я про которого говорила, уже жеребец Апервиль, то голландские специалисты, приехавшие сюда, они посмотрели на жеребят, рожденных от Апервиля у нас, на наших матках российской селекции, и сказали, что они очень сильно похожи на жеребят того желательного типа, который бы они хотели видеть в Голландии, именно той веточке, которая принадлежит Апервиль. Поэтому, как бы говорить о том, что у нас какие-то есть различия, в принципе... Это одна порода остается. Это, да, это одна порода, на ком бы мы ее не пробовали разводить. Расскажите мне отличия породы голландско-теплокровная лошадь от тракейнинской и третьей у вас какая порода? Ганноверская и Голштинская. Да, Ганноверская и Голштинская. Вот, три породы лошади вроде бы одинаковые. В чем их отличие? Ну, голландская, ганноверская и тракейнинская порода, они достаточно уже, можно сказать, древние, да, они выведены достаточно давно, группы консолидированы и чем-то друг от друга отличаются. Массивностью, костяком отличаются друг от друга, внешним видом немного тоже отличаются. А породы КВПН – это породы, в которые собраны как раз вот эти все породы. Ганноверская, Голштинская, тракейнинская порода. Потому что, если брать происхождение любой лошади породы КВПН, там можно найти и жеребцов, и кобыл совершенно различных пород. Главный отбор, который ведется в породе КВПН – это спортивные качества, по большому счету. А во всех остальных породах, в Ганноверской, Голштинской и Тракейнинской, ведется как и по работоспособности отбор, так и по происхождению, по их мнению, по внешним видам, по сохранению типа, экстерьера породы. А в КВПН, получается, экстерьер не так важен, да? Ну, со временем они стали обращать на это внимание, но первым, главнейшим критерием в объединении лошадей под этой породой, как бы объединение лошадей под этой породой, было именно спортивное качество. Спортивное качество. А какая из этих четырех пород лошадь более универсальная? Да, вот есть же какие-то тенденции? Или они все тут в зависимости, как скрестили? Ну, КВПН универсальная лошадь, потому что это смесь пород, да? А остальные породы, есть много и таракенов, и гластинов, и ганомеров, успешных во всех видах, во всех олимпийских видах хронового спорта. Это троеборья, выиска и конкур. Как-то подразделять, они плавно переходят, вот в рейтингах, они плавно переходят с одного места на другое и выиски и конкурить троебори по своему использованию. То есть выделить какую-то одну породу и сказать, что вот они, порода чемпионов, это пока что не предоставляется возможно. Пока что нет. Татьяна, скажите мне, пожалуйста, а вот еще остались какие-то государственные какие-то заводы, которые занимаются именно разведением спортивных пород лошадей? Их фактически не осталось в России. Остались энтузиасты-частники, остались вот в России есть два конных завода, это в Калининградской области, которые занимаются разведением лошадей спортивных пород. А в ближайшем Подмосковье, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, очень много частных кониферм, которые занимаются воспроизводством лошадей вот этих спортивных пород. Но не хватает генетического материала зачастую, так как в былые времена были созданы заводские конюшни, депо жеребцов. И семя жеребцов, самых лучших, которые были, оно распространялось в хозяйство. Можно было привезти свою кобулу, у нас лучку в это депо, можно было приобрести семя жеребцов для использования себя в хозяйстве. Вот сейчас этого нет, это как-то искоренилось. И вот у нас на кониферме мы создаем некое подобие этого депо жеребцов. Нам очень хотелось бы привнести из Европы все то лучшее, что у них есть, для того, чтобы можно было свободно этим пользоваться на территории России, получать лошадей высокого качества, как спортивных лошадей, высокого качества, как будущих производителей, будущих маток, испытывать их у нас в России. Для этого у нас собраны жеребцы, которых вы сегодня видели. И вот Ракенинский Полонез Агинского, у него в родословной встречаются и олимпийский чемпион Пепел, и очень много его родственников, они также участвовали, принимали участие в Олимпиаде, в чемпионатах мира по конкуру, по выиске. У жеребца-производителя Лазурита Агалстинского, у него также очень много родственников, он происходит от германских производителей, у него много родственников и за границей, и в России очень известных, которые тоже показывали себя на соревнованиях высокого уровня. У нас в России нет дотационного конозаводства, как это практикуется в других странах. Поэтому на базе нашей конюфермы создано так называемое тренд-депо жеребцов, мы пока себя так не позиционируем, но это предполагается. Что в дальнейшем будет. Завозано такого количества жеребцов, и из Европы, и накопление наших жеребцов, которые российской селекции, для того, чтобы наши коновладельцы имели возможность покупать за небольшие деньги семя наших жеребцов. Некоторые жеребцов, которые либо возрастные, либо по каким-то причинам не могут сейчас использоваться в спорте, мы предлагаем даже для случаях в их хозяйстве, если они не могут платить, берем минимальную плату за полученного жеребенка, даже не за деньги в случае, сколько он там простоит, а за полученного жеребенка. Вот наш жеребец, полная сагинского, он прямой потомок олимпийского чемпиона, пепла, и других очень известных лошадей. Его отец-запрос был, после оценки немецкими экспертами, был очень высоко оценен, как жеребец-производитель именно тракейнская порода. И был обменен на двух жеребцов и семя тракейнских лошадей. И продуцировал далее в Германии. От него был лицензирован его сын, там получено много жеребят, а вот в России как таковой запрос не получил никакого распространения. От него очень мало жеребят, осталось даже здесь замороженное семя запроса, но никто не интересуется этим. Все как-то вот пока, скорее всего, российские коронаводчики не готовы к тому, что кто-то предлагает им свою руку помощи, предлагая классных жеребцов, предлагая какие-то более льготные условия для именно получения классного молодняка. Все немножко, вот пока, немножко вот такой застой наблюдается, что не очень приятно, конечно. История тракейненской породы лошадей уходит в глубину веков. Завод по разведению тракейненских лошадей начал свое существование благодаря королю Пруссии Фридриху Вильгельму I в 1713 году. В Россию лошади этой породы начали поступать из Восточной Пруссии в начале 20 века благодаря Версальскому договору. Наибольшее количество тракейненских лошадей прибыло в Россию после окончания Великой Отечественной войны в качестве трофея. Через некоторое время тракены были признаны лучшими спортивными лошадьми. И порода была включена в план работы в НИИ коневодства. Если у вас на конеферме ведется такая профессиональная правильная селекция, зачем вы берете лошадей из той же Голландии привозите? Почему у себя их не разводить? Для чего? Это как добавление крови? Или что это идет? Это обязательно добавление крови, потому что мы используем как маток нашей селекции, так и голландской селекции. Чтобы догнать Европу, нужно идти огромными шагами. Мы не можем себе позволить, тратя деньги нашего владельца, ежедневно потребляя и электроэнергию, и кармазы, которые нужно носить определенную плату, ежедневно это потребляя, мы не можем заставлять ждать владельцев, пока возникнет результат наконец-то. Пока мы проведем селекцию наших лошадей, отберем, переберем, мы завозим из Европы то лучшее, что нам хотелось бы увидеть в своих лошадях. И получаем уже высококлассных жеребят, которые после подготовки смогут принимать участие на том уровне, немножко хотя бы приближаясь к тому уровню, более быстрыми темпами, чем лошади других канонозаводчиков, которые не могут себе этого позволить по либо каким-то финансовым причинам, либо по моральным каким-то причинам, которые придерживаются старой линии. Татьяна, скажите мне, пожалуйста, какова себестоимость лошади, которая готова идти в спорт? То есть ты ее сегодня покупаешь, завтра начинаешь заниматься, и уже совсем скоро ты получишь какие-то результаты? Ну вот в нашем хозяйстве именно, так как мы используем высококачественные корма, так как мы делаем достаточно большие затраты на содержание именно самих лошадей, себестоимость лошадей в возрасте около трех лет, в момент заездки составляет около 15 тысяч евро. Это от где-то 500 тысяч рублей. Приближается к этому, что не очень приятно для наших спортсменов в данный момент. Потому что спортсмен почему-то считает, что лошадь, рожденная в России, в три года выращенная, в принципе, правильно, с применением технологий, приближенной к западной, технологий кормления, содержания и обслуживания, приближенной к западной, спортсмены считают, что это не то. Это не западные. Да, это не западные лошади. Вот такой менталитет у наших спортсменов, что проще поехать в Европу и купить там лошадь, такую же трехлетнюю. Пускай она будет даже классом хуже, чем они видели здесь, потому что очень много людей, которые поехали в Европу и купили там лошадь, через какое-то время возвращаются опять к нам, когда посмотрели лошадь у нас и отказались ее покупать, по различным там причинам. С нами не подошло что-то еще. Они возвращаются обратно к нам и спрашивают, а вы уже продали эту лошадь? Мы хотим ее купить теперь. Но с каждым днем лошадь все удорожает и удорожает. Когда вы планируете, что пойдет прибыль? Сколько времени потребуется на это? Ну вот прям вот, чтобы уж можно сказать, что да, реализовали. Для этого нам нужен наш полученный уже сейчас молодняк от завезенных производителей, от наших производителей, полученных на голландских матках, этот молодняк вырастить правильно, вырастить здоровыми, вырастить готовыми к использованию в спорте и подготовить их для участия в соревнованиях. Вот как вы видели, допустим, полонез Агинского, рожденный здесь, в Карцево, одиссей, жеребец, рожденный также здесь, в Карцево, полонез Агинского, тракиринская порода, одиссей, агановерская порода, это от российских производителей они рождены. Также вот в табуне вы могли видеть жеребят от зелоби, от того же полонез Агинского, от лазурит. Они на... От полонез Агинского и лазуриты на голландских матках получены жеребята, от зелоби получены, опервили, получены жеребята на российских матках, большей частью. Есть и на голландских. Вот когда эти жеребятки вырастут и начнут показывать себя в спорте, тогда цена на них достигнет того предела, который был бы выгоден и приятен нашему владельцу. Вот именно тогда мы планируем получить прибыль. Насколько разнятся цены, которые существуют в России на спортивных лошадей, с ценами, которые там в той же Европе? Есть разница или они где-то рядом? Из Европы надо... Мы говорим о высоком качестве лошадей, это важно. Надо в Европе также считать цены на перевозку в России. Это очень важный аспект такой. Ну, также можно готовить и там жеребят. У нас в России зачастую лошади классные бывают невостребованы. Потому что почему-то считается... У нас очень мало рекламы. Классных производителей очень мало рекламы. И поэтому жеребята в Европе бывают продаются гораздо дороже, чем жеребята высокого качества в России. Потому что российским канонозаводчикам, кроме как продавая этих жеребят за цену немножечко в плюс себе, вот, даже в молодом возрасте. Очень много людей, которые продают молодых жеребят. Вот у нас такие случаи уже были. Продавали жеребят, получая чуть-чуть прибыли себе, даже почти в ноль срабатывая, для того, чтобы вот именно этого жеребенка продать. Допустим, у нас в какое-то время не было места. Нужно... Посмотрели в конюшне, отобрали вот жеребят, да? И по цене они стоили... Они были такими же классными, как в Голландии, но они стоили гораздо дешевле. Вот. В Голландии раскручивают своих жеребят. А у нас нет. А мы не можем вести такую же рекламу. У них постоянные отборы, постоянные просмотры. Люди ездят друг к другу. Страна маленькая. У нас страна очень большая. Люди боятся ехать из хозяйства в хозяйство, для того, чтобы посмотреть жеребят. Вот. Почему? Ну, у кого-то нет времени на это. Спортсмен думает, а, что там российская селекция? Ничего там хорошего и быть-то не может. Вот. И вот просто из жизни пример. Приехали люди, посмотрели лошадей, посмотрели уже лошадь готовую к выступлениям по малому призу шестилетнего Мерина. Приехали, посмотрели, мы назвали ему цену. Они такие, о, а мы поедем в Голландию и купим там в Голландии шестимесячного жеребенка. Шестилетняя лошадь. Шестимесячного жеребенка от Тотилоса, который вот позапрошлым году был звездой выездки, да, малыша. Они готовы купить малыша, потратить деньги на свои собственные риски, вот, и не хотят покупать лошадь, рожденную там же, в принципе, в Голландии, за те же деньги. Вот почему-то вот такая вот тенденция в России существует. Поэтому очень сложно говорить о ценах лошадей в России и за рубежом. Ну что ж, большое спасибо вам, Татьяна, за рассказ. Я надеюсь, что наши люди все-таки поменяют немножко свой менталитет в сторону того, чтобы поддерживать, наверное, отечественных производителей. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова